А че, можно разве на паузу? Я могу разве на паузу поставить? Садь, ну вы и пидро. Все, поехали, поехали. Это как, знаешь, когда на сцене стоит, там, допустим, микрофон у бэк-вокалиста, и кто-нибудь в зале говорит, а вот этого вокала не слышно, и всему приходит пизда, потому что пытаются вырулить этого второго бэк-вокалиста. Который не поет. А который, ну там не поет, да. Или он за всю песню делает... Не то мимо, не вовремя. Ну да. Еще раз добрый вечер, еще раз добрый вечер, мы снова в эфире, вы снова в эфире. Присоединяйтесь, присоединяйтесь, приходите, давай, YouTube, приходи, вот у меня тут Шерри в ногах, там поле в углу спит. Еще раз, еще раз, просим извинения за фейлы, что за КСБ стрим без косяка. Ципа наказан, да. Мы его слышим, а вы его нет, поэтому кто из вас больше наказан, непонятно. Вот, еще раз, у нас в гостях Юрий Березовик, я коротко теперь его представлю, гитарист, автор текстов и музыки группы Starified, и сегодня причина, почему вы его пригласили, помимо того, что он похож на Аквамена и нравится девочкам, и не только... Вот, а еще потому что нужны деньги там для клиши, донаты, вот. Юра один из первых музыкантов из Tony Rock тусовки, кто умудрился подписаться на американский лейбл Ripple Music. Из неизвестных только Илья Липкин и его The Restone издаются на западных лейблах, там типа с винилом и так далее. Угу. Вот. Из СНГ, ну вот есть эти, Stone Jesus, ну это, конечно, совсем топ. Ну вот, ну да. А из, вот, России, все, не знаю. Сань, что ты там делаешь? Это не я. Он что-то там это... Я ничего не делал, он просто отвалился. Мне кажется, знаешь, типа его не слышно, он решил испортить жизнь всем. Всем, да. И типа друг друга не будет. Нажимает, балует... Да, типа по этому... Как это? Сигнал в СОС, как это называют? По азбуке можно отключать, зрубать, там типа раз, типа там, типа привет. Вот. Короче, если Липкин, допустим, и Рестонт, это типа старейшая, первейшая с Tony Rock группа, да, и поэтому за это время можно было как-то пробиться, то остальным никак не получалось. Вот Юра первый, у кого получилось, кому? Ну, сейчас мы узнаем, как это получилось. Это долгий путь. Если вы думаете, что Юрос наскок такой, ладно, все, я перерос все это говно, ебашу в Америку. Он перерос еще в 2005 году еще, когда еще в Москву даже не переехал из Канады. Он уже тогда все перерос, вырос, и аппарата он ваш эти имел и крутил. Вот. Юра, прошу, расскажи эту большую историю, мы все сразу ее послушаем. Да, маленькая ремарка, представление, конечно, очень крутое, и я надеюсь, мама с папой смотрит, им очень понравится, но это, конечно же, враки-каки, никакой я не автор музыки, автор музыки все-таки группа Starified. Все вместе мы авторы музыки, абсолютно в равных долях, в равных степенях. Видите, я забыл еще сказать, Юра еще скромный, скромный? Только во время стрима, да. После стрима я расскажу все, как есть, по-самому. Вот. Ты знаешь, кто все правильно сказал, я сегодня как раз думал про главный вопрос к тему стрима. Как? Вопрос, как группа Starified, я в частности, оказались на американском лейбле. И ты начал рассказ как раз со своей стороны, с упоминания группы Stone Jesus. И, в общем-то, ответ на вопрос, как я подписался на этот стонер лейбл, американский Ripple Music, ответ на этот вопрос уже изрек, собственно говоря, в какое-то время Игорь из Stone Jesus, его фамилии не помню, Сидоренко, по-моему. Да. Да. Вот. Я смотрел какой-то его то ли эфир, то ли стрим в Инстаграме, то ли что-то он там отвечал на письма поклонников, как-то, что-то такое, я не помню. Вот. И там был вопрос в этой серии, как вы оказались, значит, на, там, ширнющем американском лейбле. Где он? Ну, Напалломе, по-моему, да? Он не американский, но, типа, да, огромный. Да, да, тогда был Напаллом Рекорд. Вот. Он сказал, ответил буквально двумя словами, которые, в принципе, описывают всю эту ситуацию, всю эту реальность. Это правило тысячи писем. Ну, то есть, Колян, ты всегда рассказываешь про 20 часов в неделю, да, музыканты всегда рассказывают, значит, о том, что они, там, спят с гитарой, там, срут барабанными палочками, занимаются пением, там, 24 часа, вот. В общем-то, я для себя понял, что все, что за пределами музыки, то есть исполнение, там, сочинение, техники игры, да, и все остальное, ровно такой же кропотливый, трудоемкий и часто нудный процесс, как и, условно говоря, игрокам под метроном, да. У меня было, там, какое-то количество попыток влезть, там, в известное место без мыла, в эти лейблы, там, да, но попытки были, вот, именно, как ты меня описал, типа, знаешь, я, там, техперерос, сейчас я как-то пишу, как меня сейчас подпишут, как возьмут и как я задам всем жару, все увидите, значит, я вам покажу, как надо. Вот, как выяснилось, так это не работает, и в моем случае, наверное, там, последний, там, скажем, год до, там, момента подписания этого контракта, там, да, с Ripple Music, я провел ровно такое же количество времени, общаясь, знакомясь, переписываясь, в такое же время, как я провел за инструментом. То есть, это, в буквальном смысле, правило тысячи писем, правило, скажем так, узнаваемости в вот этой, все равно, микроиндустрии, то есть, несмотря на то, что, конечно же, западная индустрия, из-за того, что я успел увидеть, она, конечно, глобальнее, мощнее, с более развитой инфраструктурой, да, все равно она достаточно досягаемая из дома. То есть, ты, по большому счету, можешь охватить всех ключевых игроков в стонер, около стонер индустрии мировой, сидя дома. Вот, то есть, для этого не надо, значит, поехать, условно говоря, и вот, типа, я не поехал в Калифорнию и не познакомился. Ну, 21 век, никто не ездит в Калифорнию, чтобы познакомиться с калифорнийцами, да. Вот, это достаточно нудный процесс, и я к нему подходил, когда мы начали заниматься с группой поиском лейбла, я к нему подходил, если честно, с огромным количеством такого нормального пестимизма. То есть, я абсолютно был уверен, что это будет лажно, что ничего не получится, и нафиг это никому не нужно. Вот, парни, Дима с Ары, они с Вадиком, они были совершенно уверены в обратном. То есть, у них какой-то был здоровый оптимизм, типа, чувак, отлично, альбом хороший, все получится. Вот, ну, получится, все получится, ладно, я, значит, занимаюсь этой тысячей писем, условно говоря. И чего-то я не помню, в каком-то, значит, очередном, там, припадке пессимизма, апатии, слюней, крови, дерьма. Дима мне говорит, типа, чувак, не ссы, мы еще, типа, повыбираем лейбл. Я такой, да-да-да-да, да-да-да. Я тебе расскажу потом, что мы повыбираем, да, и все такое. Вот, в итоге, на самом деле, как ни странно, он оказал справ, мы получили, и я сейчас могу соврать или 4, или 5 положительных ответов от западных лейблов. То есть, у меня сразу был, грубо говоря, сформирован какой-то план, то есть, я понял, до какого предела надо сжимать круг поиска. То есть, понятно, что, там, писать в, там, Warner Bros, там, да, условно говоря, да, ну, вряд ли имеет какой-то смысл. Даже если у них есть кнопка Submit Your Demo, там, да, ну, то есть, надо как-то здраво себя оценивать, там, да, и понимать, куда ты можешь постучаться, и, там, это не будет смешно, там, да, а куда ты постучаться не можешь. Также надо понимать, что, ну, есть огромное количество западных, американских, калифорнийских лейблов, ну, которые определенно называются говном. То есть, они издают говно, они плохо работают в краем, и думали, куда бы нам, значит, свои кости бросить. Вот. Ничего себе. А ты можешь разглашать, что это за лейблы? Я могу назвать один, потому что название остальных я не помню. Но вот с тем, который я могу назвать... Очень хорошо. Да, с тем, который я могу назвать, история потрясающая и очень крутая. Значит, я очень люблю играть на гитаре и очень люблю играть в гитарную музыку. То есть, мне нравятся все эти, значит, гоночные гитаристы, там, Ингви Мальмстен и вот Зак Уайлд, это вот все мое прямо, боже-боже. Значит, эти чуваки свои сольные работы, там, да, Пол Дилберт из Мистер Биг, по-моему, они издают на лейбле Маскот Рекордс. Это, значит, какое-то большое объединение лейблов, там, и каких-то разных туб-структур, которые занимаются, значит, шоу-бизнесом. То есть, это и промо-агентство, и концертные площадки, и лейбл, и дистра. Ну, то есть, все-все-все-все-все. То есть, это такая целая индустрийка, именно про гитарную музыку. Я, значит, что-то думаю как-то, блин, у меня там есть две песни, где я классно играю в соло, дай-ка я им туда зафигачу. И они нам ответили. И они нам ответили положительно, они сказали, нам нравится ваша музыка, давайте поговорим о возможных, там, путях сотрудничества. Но на этот момент мы уже подписали контакт с Ripple Music, о чем я, кстати, не жалею. Не жалею, потому что, ну, то есть, точно мы еще пока не доросли до этого, Маскот Лейбл Групп, потому что... Да, вот, видно, то-то, этот, Банамаса у них. Вот, вот, всякие-всякие гонщики. Заходишь, да. И они, знаешь, они, я для себя понял, что они очень круто занимаются то, что называется состоявшимися артистами, то есть, которых не надо продавать уже, да. Они, грубо говоря, красиво развивают уже хорошо идущий их музыкальный бизнес. В случае с, там, новичками, да, как мы, скорее всего, им просто будет недосуг, что называется, нами заниматься, там, да, вкладываться как-то еще и прочее-прочее. Вот, ну, я контракта так и не увидел. То есть, я не знаю, о чем бы могла идти речь в плане какой-то, там, юридической, условно говоря, там, формы общения, как бы мы с ними общались юридически, я не знаю. Вот, а с Рипл все получилось вот как получилось. Причем там тоже, естественно, значит, не без приколов, что называется. Мы туда отправили наш альбом, и это был, наверное, первый случай, когда мне ответил лейбл через день. А это, чтобы те понимали, это просто молниеносная реакция. Это вообще микродоля секунды. То есть, если тебе ответили за день, значит, что-то ты там такое им прислал. Что-то, что-то повезло, да, ничего себе. Да, да. Обычно, ну, то есть, я до сих пор получаю ответы, типа, нет, спасибо, нам не нужно. А мы там уже, понимаешь, 35 лет назад. А вы кто, бля? Да, 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 я уже сам, что произошло. И ответ был следующим, типа, чуваки, я понимаю, что отвечает Тодд Северин, подпись его, это организатор, хозяин, начальник, директор, президент, не знаю, как назвать его, этого лейбла, да. Он отвечает сам и пишет, что, типа, парни, я послушал ваше говно, это классное говно, которое мне нравится, но... Есть нюанс. Да, 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 я думаю, сейчас я закрою письмо и пойду плакать тихо. Вот, ну, после но было, типа, чуваки, у меня нет сейчас свободного ресурса, финансового, временного, людского, прочего, прочего, чтобы заниматься вами, потому что я доктор. Он, на самом деле, Тодд Северин, хозяин и директор Ripple Music, он врач-оптальмолог. И как раз, когда был разгар этой пандемии, как и в России, в Америке, практически все медучреждения были переведены в экстренный режим боеготовности по приему ковид больных. И его клиника, я не знаю, частная, это не частная клиника, я не вдавался в подробности. В общем, он был, что называется, 24 часа занят вот этим. И я как-то так с пониманием... Он мне написал, что, типа, чувак, я доктор, пандемия, я работаю, мне не до вот этого. То есть, как бы, наверное, в его вселенной... Я не думаю, что лейбл это для него хобби, я думаю, достаточно серьезная часть его жизни, да, но, наверное, в тот момент между, там, доктором и... этим самым, там, издателем, да, конечно, победил доктор. Это правильно. Вот. И, значит... Сейчас, секунду. Веду Колян, там, что-то. Курочка пришла, или что? Алло. А, ему звонят. Я звонят. Акси. Или доставка еды, доставка еды. Да. Кстати, мне сказали, что меня вроде слышат, и я хотел бы раз на спаузу уточнить, услышать ли, слышно ли меня. Тогда я продолжу молчать, если меня слышно. Он не рано или поздно закончил, говорит. Сейчас, хорошо, я тоже попробую. Ребята, из чата кто-нибудь маякните, или что-нибудь... Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас, парни, сейчас, сейчас, прошу прощения. А, парни, в чате-то в этом есть, нет? В этом стриме. Да, он, да, Даня ответил, что меня слышно. Так что мы можем пока приварить. Да, Даня, привет. Е-е-е-е. Я ничего не делал, все заработал само. Если так. Слушай, может быть, Сань, в этом залог успеха. Может, ничего не надо делать. В принципе, это мой девиз по жизни. Ничего не делаю, а что-то получается. Да, да. Чего у тебя, кстати, с музыкой? И у нас пишет 21 июня выходит. У группы зреет. Крауш писал, да. Крауш Рекордс. Крауш Рекордс. Вот. Так что готовимся. 21 чего, июня, да? Июня, июня, да. Туры, муры? Да, тур собираемся в августе. Вот, хотим позвать каких-нибудь трех чуваков с нами поехать. Ой, какая-то хорошая тема. Коля, что там куда? Алло, Гриш, здорово, можешь открыть дверь? Там на стойке привезли. Спасибо. Бизнес. Извините, бутлегерские дела. Ребята, завтра приходите за бутлегерскими делами. Извините. Нельзя так просто взять и... Можно, Коля, можно. Мы сыграли, что-то обсудили. Кто-то офтальмолог, а кто-то... У кого-то гараж ебучий. Совершенно правильно. Вот. Короче, значит, на этапе принятия решения гараж или офтальмолог, ты делал офтальмолог. Вот. И как-то я уже, значит, грубо говоря, все это дело задвинул в черный ящик. И, в общем, подумал, что, наверное, ну все, я получил какой-то ответ. У меня есть хороший контакт, с которым я могу поговорить когда-то в будущем. Да, ну и хорошо. Вот. И дальше, естественно, то, что я сейчас там называю счастливым случаем, судьбой или что-то еще. Буквально параллельно с тем, как я связывался с этим Ripple Music, в этот Ripple Music написал наш очень хороший близкий друг журналиста. из Бирмингема, который там по своей инициативе решил нас продать, показать Ripple Music. Я об этом не знал и его не просил в этом самом истории. У него был наш новый альбом, я ему прислал альбом, как журналист, чтобы он посмотрел и, как бы, возможно, написал какое-то ревью заранее перед выходом, чтобы как-то мы каким-то массивом нагрянули после выхода. Вот. И буквально там он мне пишет параллельно с приходом этого отказного письма от Ripple Music, типа, кивак, я поговорил с Тодом, у вас им, типа, все будет нормально. Я сказал, что, значит, надо, надо, типа, киваков вписать, потому что будет, типа, круто. Я говорю, спасибо, блин, 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 спасибо. Значит, всяческие там ему сексуальные утехи пообещал, там, в качестве награды и все остальное. Ну и вот буквально там за там 3-4 дня после всех вот этих вот каких-то пинг-понговых этих переписок мы сошлись на том, что да, мы будем работать вместе с Ripple Music. Не было никакой конкретики вообще. То есть сначала шла речь вообще про издание только в цифровом формате. То есть давайте мы выложим у вас, значит, условно говоря, там, Spotify, Apple и все остальное там, да, и, типа, посмотрим, как это будет идти дальше. Вот. А там в будущем, может быть, мы вам сделаем какой-нибудь там лимитированный винил, CD. И я, естественно, на все подкидывался моментально, то есть мне любое предложение, где меня рассматривали, там, нашу группу рассматривали как какую-то адекватную, там, творческую боевую единицу, с которыми можно разговаривать о чем-то серьезно, конечно, я на все говорил, да, да. Сказали там, типа, чувак, давайте мы выложим у вас, там, не знаю, в одноклассниках, понимаешь, я бы сказал, да, зато американский лейбл, да, то есть что угодно, все, да, конечно, знаешь. То есть вот это вот такого, знаешь, сиденья, типа, давайте-ка обсудим наш контракт, конечно, ну, это, блядь, пока что не в этой жизни в моем случае, в случае с Тарифай, да, то есть, конечно, мы были благодарны любым предложениям, которые с их стороны поступали, но там ситуация как-то стремительно стала развиваться, там, я не знаю почему, я не знаю, что этому поспособствовало. Нам сразу же предложили вот буквально там в течение недели там переговоров, в кавычках, да, нам сказали, чуваки, у вас будет винил, у вас будет сиденье. А какой это был месяц, не помнишь, месяц какой был? Ух, слушай, наверное, это было вот какие-то такие окончательные договаривания о том, что появится винил и сиденье, наверное, это был, это была середина, конец лета, июль, август, что-то такое, наверное, что-то такое. Вот, и мы на все это подкинулись, конечно, значит, нас как-то там проанонсировали в пачке, то есть я, знаешь, по незнанию тоже задаю вопрос, типа, чуваки, вот вы мне скинули новость, значит, о том, что Старифайт подписывается на, значит, на Ripple Music, а почему там, значит, вот в этой новости какая-то хера вот учат других групп, которые тоже подписываются? Это я сейчас понимаю, так, типа, мудак, блин, сиди, радуйся, как бы хочется тебя поставить. А мне тот понимает, что я дебил там, да, ну, из дикой страны, и он мне говорит, типа, чувак, слушай, ну, если бы ты был там, не знаю, там, в Wino, да, мы бы тебя анонсировали отдельно, но так как вы известный кто с бугра, там, да, вот, собственно говоря, пачка, мы вас и проанонсировали. Вот, и потом началась история с принятием решения по релизу, это сразу уехало на 21-й год, потому что они как раз вот до нас выпускали акустический альбом Wino, и все ресурсы были наглухо закрыты под этот проект. Вот, примерно вкратце история выглядит так. И на сегодняшний момент мы, наверное, не, наверное, а, да, единственная команда из России, первая, единственная пока, которая на Ripple Music подписана, наверное, долгие-долгие контракты. У нас контракт на пять лет, кажется. Класс. Юра, это класс, это охрененная история. Она прямо, ну, мотивирующая, чтобы не так расслабляться, типа, ой, ну, просто... Вот, как только расслабишься, сразу до свидания, вот я точно знаю сейчас. А получается, с Тарифайт сделали тогда какую-то юридическую форму приняло тогда, да? Нет, нет, нет. У нас договор... Это договор с артистом, представленным тремя физическими лицами. То есть в договоре, как сторона подписант, это мы трое, да, я, Вадик и Дима, которые вместе в договоре именуются группой с Тарифайт. То есть это договор с физлицами, с тремя физлицами. Алло-алло, парни? Алло-алло, я. Все задумывались о договоре, да? А, другая страна, значит, одна юридическое лицо, да, Рипл Медик? Да, да. Круто. Тариф? Там, с адресом, со всей, там, хуйнюю, там, Калифорния какая-то, там, срань господинная. А, если не секрет, что они предлагают по ресурсам какие-то, не знаю, что вообще в планах у вас? Давай разобьем, как бы, ответ на, там, скажем, часть, которая, вот, значит, я точно назову с легкостью, а то, что не назову, но назовем словом секрет, потому что, действительно, мы по, там, договору часть данных... Да, да, Юр, то, что не запрещено договор, без проблем. Ты, как, самое главное, и сказал, просто ебашьте, пишите письма, 10 тысяч писем, отправляйте, общайтесь, и тогда у вас будет. Ну, то есть, как бы, да, ты знаешь, наверное, как там, к советам, ставящим рокерам, и перейдем под конец, там, потому что это несколько больше, чем пишите письма, да? Ну, то есть, типа, вот сейчас все начнут писать письма, я не уверен, что тут есть стопроцентные взаимосвязи, там есть другие факты, но вернемся к этому позже. По нашим условиям, то есть, у нас есть за счет лейбла произведенный мерч в виде CD и винила, да, то есть, это то, что делает лейбл, как часть своих обязательств по договору, среди прочего, там, да? Мы получили полностью напечатанную продукцию от Ripple Music, винил, винил сделан в Чехии, кажется, в какой-то конторе, называется Pirate Press, которая аффилирована как-то вместе, совместно с Ripple Music, они там все печатают. Они печатают и в Штатах, и в Европе. В Европе они печатают на европейский рынок. То есть, у них есть, по-моему, в Гамбурге свой магазин, откуда они рассылают покупки по Европе. И в Америке у них есть тоже, соответственно, своя печатная контора, которая шлепает эти винилы, и свой же магазин, по-моему, в нескольких штатах, в Нью-Йорке и в Калифорнии, то есть, типа, на двух концах. Вот. CD сделали в Штатах, не знаю почему. Соответственно, все это нам было прислано. Мы имеем с этим право делать все, что хотим. То есть, дарить, продавать, солить, продавать дороже, чем мы даем. То есть, если хотите 100% американскую музыку, то надо CD брать, правильно? Да. А винил это уже с европейской. Чехия, да. Восточно-европейская, это как бы... Сейчас-то особенно круто, что Чехия вражеская страна, понимаешь? Да, да. То есть, топ-2 врагов недужественных государств, это причина почему? Я же буду... Старифайт, кто? Иностранный агент. Я хочу, чтобы надо назначить три иностранными агентами. Это же, ну, сколько можно уже ждать-то. Ой, тогда и нас тоже закроют. Отлично, Юда. Скалян, давай, все. Ждем. Скалян просто заебался уже в Кишне и такой, скорее бы... Конечно, конечно. В Корее бы, скорее бы, политическое убежище в Штатах попросить и сказать, да я вот с Юрой, между прочим... А в итоге тебе в Молдавии дадут убежище. Совершенно. В Молдавии. Рано или поздно это станет уже, знаешь, такое... О, Молдавия. Рвануть бы на свободку. Вот. Соответственно, я вот перечислил винил CD. Причем у нас совершенно независимые друг от друга продажи. То есть, в плане технически независимые. То есть, мы продаем как своими силами, они продают своими силами. Естественно, объем винила и продаж, которые реализует Ripple, там, в разы, в десятки раз больше того, чем реализуем мы, по понятным причинам. Потому что, видишь, там такая история, слушатели есть не только у групп, слушатели есть у лейблов. То есть, это достаточно интересный феномен, который для себя я совершенно не мог его представить. То есть, люди слушают абсолютно все, охотностью покупают абсолютно все у того лейбла, который себя зарекомендовал для них как поставщик однозначно хорошей музыки. То есть, они сформировали свою целевую аудиторию, там, да, она... Я не знаю, с чем ее сравнивать. Ну, я полагаю, что, наверное, у Напалма, конечно, эта аудитория больше, да, несмотря на то, что он, типа, не американский, насколько я представляю, да, по-моему, он европейский. Австрийский, по-моему, или что-то такое. Ну, или немецкий, что-то такое. Или немецкий, да. Вот. Но, тем не менее, эта аудитория есть, она безумно предана этой движухе, вот именно этому лейблу, да. Она, конечно же, в большей степени развита и взаимосвязана в Америке, но в Европе очень-очень круто, на моих глазах она развивается. Я там состоял в каком-то количестве, там, этих частных, там, групп, чатов, да, где нас, значит, там, тот, как этих курей, знаешь, согнал в загон, типа, так, вот мои европейские, там, мои куры, давайте, там, кудахтайте о чем-нибудь полезном, да, и мне потом доложите, о чем вы, там, да, кудахтались. И вот. И я наблюдаю, конечно, как эта комьюнити Ripple Family, да, его европейская часть, растет прямо на глазах. То есть, несмотря на то, что лейбл по меркам андерграундного шоу-бизнеса новый, да, он растет быстро. Так что вот. Помимо этого у нас есть то, что называется, там, я не уверен, что слово пресс-служба это подходящее слово, конечно же, это не называется пресс-службой, но Ripple работает с агентством, даже, по-моему, с несколькими, которое занимается на аутсорсе, раскруткой лейбла и групп лейбла. Что такое раскрутка в понимании Ripple Music? Очень простое понимание, ваша музыка должна продаваться. Все, то есть, там нет такого, знаешь, а у нас в Инстаграме, там, 3000 миллиардов подписчиков. Молодцы, да, но ваш винил у нас не покупают, идите в жопу, там. Да, соответственно, агентство, в нашем случае с нами работает Purple Sage PR, это, по-моему, это Бордо, Франция. Вот. Они занимаются тем, чтобы по релиз писали журналисты, чтобы писали те журналисты и те издания, которые гарантированно имеют свою аудиторию, которая с большей долей вероятности купит какой-то винил или CD, да, и это мы имеем, да. Да, мне от этого PR-агентства тоже приходят еженедельно новости, что там такой-то релиз, такая-то группа, вот, недавно Радио Москва приходила, да. Да, да, да. Вот, собственно говоря, вот это, да, ну и плюс там какие-то там всякие плюхи с поддержками туров, как ты понимаешь, да? Мы очень сильно воспользовались этой опцией в 20-м году. И в 21-м еще больше. И в 21-м больше, да, скорее еще больше воспользуемся, да. Ну и какие-то там барыши мы делим с того, что называется онлайн заработанные деньги от наших там продаж, прослушиваний и всего остального. Вот. Хочу сакцентировать внимание некоторых людей. Я не знаю, сколько нас сейчас смотрят людей. Восемь? Девять. Девять, вот. Значит, если среди них есть люди, которые думают, что мы что-то заплатили, кому-то что-то занесли за то, чтобы нас подписали и не сдали на американском лейбле, эти люди идут в жопу. Мне просто накипело, понимаешь? А, что, часто такой вопрос задавали, да, а что, что, сколько стоит, да, а сколько? Да, да, да. Вот. Ты знаешь, ну, этот вопрос, ответ на него крайне прост, да, идите в жопу, да, заплатите себе и пойдите в жопу. Но есть еще другие вопросы классных людей, которые меня очень сильно вдохновляют, знаешь, в кавычках. Знаешь, так, просто ничего. Ты сидишь дома, никого не трогаешь, там, играешь в гамму, тебе пишет человек, которого ты не знаешь, понимаешь, и никогда в жизни не видел, и ничего про него не слышал, и вообще он никто. И он тебе выкатывает просто, знаешь, такой вот километровый вопрос, типа, чувак, а кому там писать, как, что делать, слушай, дай контакты, у нас тут тоже релиз, смотри. Нам тоже хотелось бы, значит, там-то, там-то. Я такой, пупыль. Ну что ж, одно из тысячи писем он написал. Он написал, да, да, и не получил ответа. Не получилось, не получилось, не получилось. Ну, в общем, да, как бы, подводя, скажем, итог обязательной части программы, да, это действительно, там, скажем, я, наверное, могу причислить это событие, там, какому-то, то, что называется, достижению группы, там, да, именно группы. Вот. Которые мы, значит, достигли абсолютно сами. То есть на три тысячи процентов сами нам никто не помогал, нам никто ни за что не платил, контактов мы нигде не воровали там, да, ни у кого не выцыганивали. А просто, как, значит, настоящие белые дурачки, что называется, да, стёрфили, значит, гулю-гулю, гу-гуль. Вот. В поисках, значит, гу-гу-гу-гу-гу. Куда пристроить свою, значит, рок-гуана, понимаешь? Вот, собственно говоря, получилось. Вот как-то так. Блин, ну круто, Юр. Да, круто, да. Ну вот на моей памяти это вообще первая группа, кто подписал. Ну и, во-первых, из тех, кого я знаю, кто подписался на какой-то иностранный лейбл. Плюс немаленький. Никогда там, типа, тебя издали просто, типа, вот. И, да и вообще, ну блин, может, я, конечно, не так сильно слежу, но там из каких-то русских групп реально там на ум приходит Slow to Prevail, который турит постоянно по Америке. Ну и его там назвали, там, Stone Cheezus. По-моему, какие-то очень тяжёлые, тяжёлые, экстремально тяжёлые команды всякие, какие-то в России есть, которые издаются там. Какие-то прямо там дэд метал, брутал, вот это всё. Да, Саша её как раз и назвал, да. Вот это они, да. Ну это металл, это у него развитые, богатые как бы. Для меня это совершенно закрытая история, я просто вообще ничего не понимаю про этот жанр и про эту индустрию, но, насколько мне известно, какие-то, по-моему, даже ни одна и ни две отечественные команды там как-то активно слушаются и, там, турятся, когда это. Когда-то можно было. Кота зовут Сладж, я теперь всё выучил, да? Да. У меня была смешная история, я когда был в Берлине, снимал Монолор, типа, на телефончик выложил историк, и мне какой-то ответил, по-моему, из Южной Америки какой-то лейбл, ну какой-то чё-то. Типа, о, круто, чувак, типа, там, Монолор, там, все дела, я говорю, типа, круто, круто. Я чё-то слово за слово спросил их, а вы издаёте там только локальные какие-то группы, или, ну, типа, чё вообще делаете? Они такие, ну не-не-не, мы вообще всех издаём, там, типа, нам интересно, там, то, всё. Я такой, круто. И чё-то я пару дней помолчал и приехал с Берлином, ну, и, да, и просто написал, типа, чуваки, вам неинтересно, вот, там, у нас, типа, лейбл свой интервью. Просто, типа, ради культурного обмена, вообще, просто, ну, как бы, без каких-то, там, меркантильных идей и желаний. Просто хотел закинуть, поделиться музыкой. И, короче, я им отправил сообщение, на следующий день захожу, и они просто удалили переписку, короче. Я не нашёл переписку с ними. Либо случайно, во что я не верю, либо, блин, я не знаю, что произошло. Ну, короче, в итоге не получилось культурного обмена с иностранным лейблом. К дурдом, ну, не знаю. Да, я, да, я, да, как-то странно вышло всё, но, в общем, такая вот штука. По поводу культурных обменов, на самом деле, я думаю, что, если, там, когда это всё будет дальше, раскручивается в обратную сторону, вся эта история с закрытиями, не закрытиями, открытиями, там, перекрытиями коронавирусными, мне почему-то кажется, что очередной раз за границей нам поможет, естественно, да, мне почему-то кажется со стороны, что там какое-то, опять, бурление говномасс, вот этих рок-н-ролльных таких антрограмм, да, которые, по-моему, какую-то новую силу обретают. Вот мне так кажется со стороны, то есть я, не то чтобы я, там, сильно в этой кухне валюсь и понимаю, там, но мне, по моим ощущениям, что-то там какой-то, какой-то там движ идёт, и он как-то поактивнее, чем, там, несколько лет назад, скажем, вот так. Ну, либо всё зациклено, и там какой-то рок опять возвращается, но сложно, мне вообще сложно судить, ты ближе, ты более приближённый ко всем этим делам, но можно наблюдать, что, ну, не знаю, в России сейчас, ну, рэперов, как бы, точно в топе они там всякие. Ну, посмотрим, конечно. Ну, да, я думаю, последние, наверное, года три уже, я думаю, 10, не больше. Ну, круто, что если так. Ну, да, да. Не, я с кем-то там общаюсь, с ребятами, которые, там, из всяких стран, там, и из Штатов, и из Европы, вот, ну, вот ближайшее из того, что я слышал, парни немцы с Ripple Music тоже, они, типа, уже себе закрыли апрель 22-го года тур. Ну, вот я в инстаграмочке сейчас сижу, и все группы, да, уже забивают себе на 22-й год, типа, очень много забито туров, каких-то анонсирований. Штаты намного активнее, конечно, чем Европа в этом плане, они там... Да, да, Европа вообще... Европа тормозная, да. И тормозная, и, в принципе, как-то там, мне кажется, тухляк с музыкой. Не знаю, вот я был два года назад на Convergy, и, типа, я что-то не очень понял. Ну, как бы, люди стояли, слушали, было какое-то количество людей, ну, нормально, как бы, приемлемо, но, как бы, по... Ну, типа, приемлемо на Convergy сколько, Саня? Блин, я не помню. Пятьсот. Ну, наверное, да, я думаю, было столько, да. Вот. Но по эмоциональным они тупо слушали, то есть людям не было интересно поместиться, как у нас там это делают, вот, поэтому... Как-то... Можешь нас слушать, ну, короче, ладно, это... Ну, в шестнадцатом году, когда ты брал, Юр, интервью у Гарсии, он говорил, что ему по штатам невыгодно турить, да, но он минсенс, он говорил, а по Европе наоборот. Слушай, да, я думаю, там не про это самое... Я же не совсем про бабки говорю, я говорю просто про вообще... Про движуху просто, да? Да, ты понимаешь, я думаю, что Гарсия, конечно, уже в том эшелоне звезд, когда он действительно может выбирать между туром и туром, да, где он, типа, здесь я заработаю мало, а здесь заработаю много, но там и там заработаю, понимаешь? Там в моем случае... А, если такой масштаб, я понимаю, да. Я думаю, это вопрос просто про как бы да или нет вообще в принципе, да. Мне кажется, что вот на уровне, который, скажем, там наш, 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 я имею в виду, да, в Европе сейчас движ, даже сейчас, движ какой-то, типа, активный, хотя бы даже на уровне, там, прослушиваний, покупок, общения какого-то, там что-то прям вообще нормально. То ли у меня, типа, на контрасте, когда, видишь, типа, нас чуть-чуть больше стали знать, там, в этом жанре, скажем, около жанра в мире, да, и со мной как-то стали все охотнее общаться, может быть, там, да, или действительно какое-то есть экономические какие-то движения в этой индустрики присутствуют. Не знаю, не знаю. Ну, то есть, как бы, знаешь, а знал бы, что там происходит, ничего бы не поменял, все равно бы делал то, что делаю, правильно? Хули бы я от этих знаний. Я знаю, что рок-н-ролла не будет в Европе. Буду не заниматься рок-н-роллом, да, ну и хорошо. У нас есть вопрос от смотрящего стрима, от Даниила Босака, вот, клавишек, клавишник Джанки Маглс, у него сольный проект. Есть два вопроса. Первый. С каких лет и как начал заниматься на гитаре? Начал заниматься на гитаре, наверное, в районе 15, может быть, лет. И не на гитаре. Я с моим другом Артемом Камлединовым, он музыкант, действующий до сих пор, и все замечательно. Мы с ним жили на одной лестничной клетке, и, значит, мы слонялись по улице, ни хера не делали, просто лоботрясничали. И мы что-то попали в какой-то магазин, типа торговый центр с бытовой техникой, где подвернулся под руку какой-то магазин музыкальных инструментов, знаешь, вот говнянские, какие-то гитары, флайт, ну, какое-то вот просто говнище. И у нас там были какие-то карманные деньги, и мы купили барабанные палочки. Просто так, просто так, ни с чего. И мы потом сидели неделю у него дома, херачили по дивану под какую-то херню, там, типа, под Линкен-парк или Нирвану, херачили по дивану. Пришла его мать, сказала, чуваки, вы затрахали меня. Меня за ухо отвели домой к родителям, и сказала, мама Артема моей, слушай, что, по-моему, у мальчиков какой-то интерес к музыке. Что есть такое, типа, безобидное? Значит, нам наняли преподавателя по гитаре, с которым мы позанимались, наверное, там, может быть, месяца три или полгода, что-то такое. Все, вся история. У меня педагог по гитаре появился лет 15, продлилось это от лех до шести месяцев, я не помню. Все, и все. То есть твоя семья должна винить маму Артема, да, что так вот запокапила надежды на дипломата, врача, адвоката, президента, и что в аквамена превратится. Не-не-не, папа рад, папа рад. Мама делает вид, что рада, а папа рад, это я точно. Да это я так ерничаю. Ну, блин, ну круто, 15, то есть уже, получается, 16 лет, правильно ты? Ну, наверное, около того, да, достаточно долго. Вот, и второй от Даниила вопрос, осваивал ли ты еще какие-нибудь музыкальные инструменты? Да, мама предпринимала попытки заниматься самой на фортепиано, мама музыкальное образование высшее, там, все, как полагается. Вот, но, значит, ни хера мне это не пошло, потому что, как бы, ну, задачи были понятны, надо, типа, херачить громко и, там, нирвану, условно говоря, на фортепиано это не получается никак. Так, его с собой не возьмешь в школу, понимаешь, на перемену, там, телок развлекать. Да, 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 тут, как бы, противо, мало. Да, выбор был очевиден, там, да, значит, я что-то там поизображал, где-то, там, эти гаммы, блин, и до свидания. Ну, а так, слушай, ну, какие-то инструменты, я, да нет, я ни на чем-то играть не умею, я и на гитаре-то играть не умею по-хорошему. Помните, помните, скромный человек, скромный человек. Да, да, ну, то есть, в плане, типа, обучения, я ни на чем не учился толком играть, когда, ну, то есть, я там, я даже, вот, с Коляным мы играли в группе, я играл на бас-гитаре, ну, то есть, как играл, понятно, как, никак, там, да? Ну, смотрелся круто, бас низко, медиатором. Ну, это задача главная, у меня, собственно, до сих пор это главная задача, знаешь, главное, чтобы лох циканел. Ой, хорошо. Но у тебя есть, какие у тебя инструменты есть, перечисли, у тебя же много, у тебя есть термин бокс, да? У меня термин есть, да, у меня есть 12-струнная акустика, у меня есть этот самый Gibson, Los Paul, Fender Stratocaster, у меня есть Lab Steel, какая-то еще у меня акустика есть. Ну, вот так, и еще. А педали, педали басовые? Синтезатор, да, напольный синтезатор у меня есть, тоже басовый класс на весь, да. И, скажи, если не ошибаюсь, на момент записи, как бы, демо для Fat Hits, ты же все сам продюсировал этот момент, то есть вы приезжали, записывались, ты через ноутбук в лоджике, да, все записывал, как бы, сводил, чтобы картина была ясна. Да, правильно, то есть ты еще и звукозапись освоил, как бы, ну, вот на таком уровне, чтобы понятно было, это работает, не работает. Да, это правда, да. Более того, мы, как бы, переформатировали там работу над музыкой вообще в целом, да, и какая-то самоорганизация появилась там, да, и очень много домашней работы, и, в принципе, все на каком-то нормальном, адекватном уровне освоили домашнюю запись, вот, даже Вадик спокойно дома пишет там три ударных инструмента, типа, да, там, бочка, рабочий, там, и хэт, условно говоря, да, типа, чуваки, я сделал рисунок для, там, Юриного нового рифа, записал, там, я все свел, Дима дома записал бас, мы, типа, окей, приходим и не тратим время на то, чтобы, чувак, вот, я здесь нажимаю, там, вот это, а там туда. Да, мы приходим и работаем уже над полу-таким подсобранным материалом, то есть у нас, в принципе, все сейчас парни научились с этим работать. Очень круто. Тут у нас есть твой давний, ну, фанат, не фанат, человек, который следит за твоим творчеством, он задал вопрос. Юр, расскажи о Gotthems Hero, когда собрались, почему распались, и когда можно будет услышать их песни от Sterefied? А кто, а кто, смотря кто фанат бывший? А, Святослав, Свят, закринчеви, там просто латица написана, я не отстилю. Так, Gotthems Hero можно услышать в интернете, вконтакте, да, вновь Gotthems Hero услышать нельзя, это страница, которую я наглухо перевернул, и Вадик ее наглухо перевернул, и больше я ее обратно отворачивать не собираюсь, и играть эти песни я тоже не хочу, это, для меня это нафталин, старопердие глухое, которое мне уже не нужно. Я это уже все пережил, переболел, перестрадал, мне неинтересно. Собрали эту группу мы очень резво и быстро, мы с Вадиком тогда были очень молоды, очень энергичны, значит, с полной страстью и самоотдачей мы этот проект собрали, и ровно с такой же страстью, но со знаком минус, мы этот проект расхерачили. А вы собрались, по-моему, в 2010 году, или в 2011, наверное, в 2011, да, там просто как-то раз, да, все очень быстро происходило. Да, у нас там случилось моментально просто. Слышите, да, музычку? Нет. А, слава богу, у меня тут какие-то люмпины слушают, там какой-то музон. Старифайт. Нет, нет, если старифайт, я бы из окна шмальну. Ну, то есть, нет, слушайте, Гатт Эмс Хиро, это типа забавно, клево, там были свои взлеты и какие-то там радости, да, но мне это абсолютно неинтересно. То есть, это здорово, что оно есть, мне за это не стыдно, но я к этому точно не вернусь, точно. А вопрос такой, ну, в свете того, что пока закрыты границы, ты планируешь, и вот группа Старифайт планирует, если, ну, либо туры, либо какие-то выезды, есть ли какие-нибудь зарисовки по другим городам России? Да, да, пока ты курей гонял, мы уже все обкашляли с Саней. Вот, ну, слушай, на самом деле, конечно, какие-то там, ну, то есть, я не назвал бы это точно туром, который вот прям, типа, сесть и подряд откатать там пятерик, шестерик городов, там, да. Про это я не думаю, хотя все возможности для этого есть, я просто немножко, как бы, отлетел от всего, от реальности нашей, да, я другим немножко занимался, да. Я утратил контакты все какие-то там, да, с кем-то, с кем они были, да, я не знаю, как это делать, надо просто садиться и отдельно заниматься, и планировать это достаточно заранее, задолго, ты знаешь, что тур планируется минимум за полгода, наверное, да? Нет. Да, либо тебе прилетает предложение, а не хотите ли поехать, чуваки? Да, да, мне его не прилетает, я не то чтобы у телефона, прилетай, прилетай, прилетай. Такой, да, ну-ка, ну-ка, давай, 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 благодать, где-то на огурец сел, вот, вот. Ты понимаешь, я как сел, так и не сижу, понимаешь, а они все не прилетают, надо вставать, а потом я прирос, вот. А с какими-то там историями выездными, ну, скажу так, типа, я веду работу и переговоры на 22-й год. По Европе, типа, с каким-то там достаточно большим, большим, с большой географией и совсем другой, нежели та, что была в нашем первом, единственном Евротуре с Адаем. То есть у нас была там Прибалтика и то, до чего доехать можно было на нашем этом, на Валиковском, этом самом, машине джихадовле, вот. И как-то я решил озадачиться этим вопросом поплотнее, да, и спланировать все несколько подальше и по-западнее, скажем так. Ну, тем не менее, тот тур тоже, считай, огромными твоими усилиями произошел, ты же сидел и договаривался всеми. Я с Сашей Воронцовым вместе, да, и, ну, то есть Саша, я и Валя. Валя, там, к Вале у нас не было никакого морального, там, права, грубо говоря, прийти с вопросом, типа, а хер ли ты, там, значит, не организовываешь города? Потому что Валя на себя взял фактически всю физическую вот часть поездки, да, и... И хер ли с него, значит, что-то там еще тягать, чтобы он там что-то там пыжил. Мы с Воронцовым, в принципе, все нарисовали вполне, ну, то есть на том уровне группы Starifight и на том понимании происходящего в рок-н-ролле мы были абсолютно, конечно, крутыми. В плане организации этого тура у нас получилось хорошо, адекватно тому, чем мы были. Очень-очень круто вообще. Слушай, Юр, ну, получается, что для помощи Starifight Роста, как набор контактов, тот тур не сработал, да? То есть вы прокачались... Сработал, сработал, сработал. А, то есть какие-то полезные контакты для... Они все и сработали, то есть они, в общем-то, они все и сработали в плане того, что там... Ну, то есть круче всего сработали мои вот новые контакты, которые я взял в Гамбурге и в каком-то из городов Эстонии. Я не помню в каком. То есть там люди, с которыми я там познакомился, да, они как-то в общую копилку знакомств сделали меня на 2 килограммчика потяжелее, потому что, знаешь, когда ты видишь, что у тебя в общих друзьях есть этот и этот, да, ты охотнее добавляешь в друзья этого человека и охотнее ему отвечаешь. Ну, то есть, знаешь... Я понимаю, то есть все-таки был толк. Отлично, отлично. Сто процентов, сто процентов. Ну, плюс, понимаешь, мы приехали из этого тура, засели за новый альбом с такой прокачкой охеревшей, да? Потому что ты сам прекрасно знаешь, что это такой тур. Абсолютно, да-да-да-да-да-да. Отличным музыкантом, да? Этот навык растрачивается, если ты в него опять не поехал, ты этот навык утрачиваешь, но пока ты на пике формы после тура, дуй в студию и... Дуй в студию быстрее записывать, да. Да, быстрее записывай, да. Поэтому, то есть, как бы, да, я не могу сказать, что, конечно, знаешь, меня, вся Европа узнала и пиздец. Нет, конечно, никто меня там не узнал, да, но вот какие-то там три-два микроконтакта, конечно, сыграли свою роль. Плюс отлично отработанная музыка, да, исполнение позволили хороших альбом сделать. Блин, классно. И, значит, если будет тьфу-тьфу-тьфу, все нормально, в 22-м году по Европе будешь турить, да? Да, нас, более того, типа, на какие-то несколько фестивалей уже позвали прям так. Ой, класс, классно, офигенно. Да, это очень отродно слышать. Ну что ж. Ой, парни, слушайте, если это все еще реализуется, тогда будет отради. Ну, давай, да. Ну, хотя бы, да. На ужин хорошо как бы с нами разговариваем, понимаешь? Да, уже приятно, типа. Все так. То есть раньше, значит, ты сидел, типа, вот бы мне лолопалузу. И все. И на этом, как бы, ты обосрался, потому что ты другого ничего не знаешь. Тут я, знаешь, к своему стыду я говорю, что мне такое количество информации и элементарных знаний о, там, вот этом микро-андерграундном шоу-бизнесе пришлось выучивать на ходу. Потому что я туда пришел просто как бы дебил, понимаешь? Я сейчас перечитываю какие-то переписки там с девушкой, которая занимается пиаром или с Тоддом. Я смотрю, так откатываю назад, думаю, блядь, как они меня сколько не выпиздили, понимаешь? Еще даже до релиза, потому что ты просто дебил, просто дебил, понимаешь, идиот. Вот. И то есть, как бы, чего я, блин, ждал, откуда-то каких-то там вестей из мира, если я сам о нем ничего не знал? Тут я хотя бы понимаю, откуда можно ждать и откуда точно не стоит ждать. Поэтому, да, ну, если что-то получится, будет круто. Ну, я, короче, типа, знаешь, с тылом в жопе, я, типа, столько во мне было энергии, там, в 22, там, в 20 в плане музыки, столько же во мне и сейчас. О, первый донатик у нас, 20 рублей. Отлично. Ес! А Гримов? Больше, больше, что, да? Больше, да, Виктор Цой пока не заходил, ну, ладно. Вульфер Шоу пишет, что желает, чтобы долг клешни был равен этой сумме, 20 рублям. 20 рублям, да? Да. А, хорошо. Ну, это очень оптимистично, спасибо, братан. Представляешь, сейчас какой-нибудь богатый дурак скинет 100 тысяч. С теми же словами. И такой Юра отворачивается, такой... Дурак, дурак, 100 тысяч. Да, да. Сколько скинул. Да все, все, нам уже столько лет, нам уже, ну, никакие не могут уже помогать. Бокатые дураки, мы уже сами должны богатыми дураками быть. Ну, вот. Знаменитые. Или хотя бы, хотя бы знаменитыми рок-музыкантами на американских лейблах. Вот это у Юры получилось. А у меня вот кое-то несется. Я знаю, что я, Юра, подумал, будет круто, если бы на каком-нибудь европейском крутом фестивале будет две русские группы. Вы и группа The Restone, и как бы Restone, они, типа, ну, считаются пёжи, и вот вас, типа, поставили перед ними, и вы, значит, выходите, и разъёбывайте всё нахуй. Да, как бы показывать рок, а потом выходит Липкин. И все такие. И это, вот это вы, да, блядь, 10 лет показывали, что вот это вот русский рок, ну это ж говно, вот там. Да, очень много, слушай, у них там своя аудитория, которая... Да это я так тоже езлю, я просто бомблю, чтобы Липкин, если вдруг увидел, и такое, я хотел бы к вам на стрим прийти тоже рассказать, между прочим, я уже 10 лет как издаюсь на европейских лейблах. Да, 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 нет, ну слушай, он заслуженный мэтр, мэтр цирка нашего, андрограммного горячика. Да, 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 как бы... Заслуженный артист. Да, я смеялся над словом цирком, а не над словом этот, заслуженный, или мэтр. Да, слушай, все по делу, я клоун-карандаш, вон там, понимаешь, в амплуатом Орлекина грустного, там какой-то сайдой, мандарины, блядь. Вадим у нас там веселый клоун, выбегает там с носом красным, блядь. Дима, просто Юрий Никурин, который там из штаны спадает, там падает. Да, да, да. Главное, чтобы Вадим во время выступления жвачку не жевал, иначе его рвать нашли. Да, были, у нас были прецеденты с жвачками, да, все, научить Егоркин вот так. Дэйв Гролл не канает, как он это делает, непонятно. Нет, 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 да, я думаю, там какая-то, знаешь, многоразовная жвачка, я думаю, что у него давно... Это, как, знаешь, крутые инеры, да, а у Дэйв Гролла крутая жвачка. Кстати, кстати, вот маленькие технические вопросы, может быть, людям будет интересно, да и, главное, мне не интересно лишний раз послушать. Вопрос мониторинга многих запаривает, там, в клубах, приезжаешь на площадки, полуживые мониторы, там, нет вообще мониторов, плохо слышно. Если надеваешь, там, затычки, глух очень, частот нету, чтобы петь, там. А подключать эту всю систему иногда геморно, там, долго, ты думаешь... Дорого. Дорого еще, да-да-да, все, врубился. Вот у тебя я увидел какая-то классная штука, расскажи про него какая-то. У нас все в последнее время как-то более-менее устаканивается в этом отношении. Вадик играет через ушные мониторы, у него проводной ушной монитор, ему не нужен беспроводной, потому что он сидит, то есть у него маленький... А потом, кстати, на презентации забыл подключить, и все равно хорошо спел и сыграл. Не-не-не-не, он облажался с ним только на одной песне. Он, там, видимо, где-то кулял и забыл его, он его не нашел просто. Это, наверное, Вадик звезда, ему можно не найти что угодно, понимаешь, я... У нас как бы не было пока, значит, такого, чтобы после или до концерта, чтобы Вадик что-нибудь не забыл или не потерял. А он мне, кстати, написал, а Коля, ты не доходил палочки вот такие, я такой... Все нормально, Колян, это, значит, если бы не написал, скорее всего, значит, что-то случилось, да. Да это и с тем, как... Тише-тише-тише, у нас новый донатик на 100 рублей. Ееееее! Роберт, бабло! Так, ну давай, зачитывай. А там нету ничего, просто Рей прислал 100 рублей. Ой, ну спасибо, ну вообще какие скромные сегодня люди. Это все равно лучше, чем Ди Хайпер, который забыли на концерте басов усилий, колои и стойку под клавиш, да. Зато бухой Борис вышел на сцену и против него рассматривал. Да, очень... Ха-ха-ха-ха, отдай видеть. Так вот, в общем, возвращаемся к этим. Да, мониторам. И звук на сцене. Да, Вадик играет в мониторах. В наушниках у него какие-то хорошие наушники, которые, по-моему, ты ему и порекомендовал, Колян. Shure SE215. Скорее всего, это они. Я точно не помню название модели, точно Shure. Поэтому, то есть он совершенно автономен от напольных мониторов, он совершенно свободен от этого. Вот, в ушах он себе там просит звукорежиссера, что ему нужно. Как правило, там это его голос и там чуть-чуть моей гитары, чтобы у него была тональность хорошо в голове, да. Вот, остальное он слышит все с воздуха, они немножко пропускают. Диме все до лампы, он играет с воздуха совершенно, то есть ему, в общем-то, можно... Ну, ему нравится, когда перед ним стоит какой-то напольный этот самый монитор, и ему достаточно его. Вот. Я, конечно же, подозреваю, что будущее за инерами, за беспроводными системами... Кстати, недавно видел интервью отличного гитариста, ты наверняка знаешь его, Гатри Гован. Но есть такой какой-то крутой... Группа Аристократ, да, такая Fusion, Хренюжн, какой-то я смотрел его интервью, и он сказал отличную фразу. Его спрашивали про его оборудование, и начали как раз с нового мониторинга. Он говорит, вы понимаете, если вы хотите играть на фестивалях, если хотите играть на фестивалях, ушной мониторинг. Если не хотите играть на фестивалях, херачьте с вот этих напольных, все. Это просто быстро. Если играть много групп, ну, это элементарно быстрее все обустраивается. Вся история с расстановкой сцены, перемещением музыкантов, то есть меньше времени требуется на смену групп. Когда у тебя ушные мониторы. Ты, типа, шманьк, в ушках вышел, до свидания, все, это стенят, там ничего левее, правее, там баланс, все остальное. Вот. Я... Какое-то время с тобой мы, Колян, играли, используя вот эти... У-у-у, у нас сейчас 40 рублей. Остановитесь, ребята, хватит. Эхо в тейпке, но вам 40 рублей. То есть, короче... Да, я помню, мы заморачивались очень... Сейчас, секунду, там читается. Давай. Я не успел, но там пожелали хорошее настроение, и я хо в тейпе сказал, что нет, больше 40 рублей на карте, поэтому... Нормас, нормас, нормас. Последнее отдает. Последнее, братан. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, ребята. Так, да, продолжайте. В общем, я понял, что все уперлось, на самом-то деле, просто в абсолютно низкое качество радиосистем. Потому что то, что приходило в эти уши, конечно, было прекрасно, что оно туда приходило, и не было слышно ничего лишнего, да, но приходило такое говнище, что, в общем-то, радости вот исполнение чистом, стильном звуке, как бы, стремилось к нулю, эта радость. Вот, я думаю, что, конечно же, наверное, хоть я этого не сильно хочу, я понимаю технологическую, техническую, практическую ценность этих инеров при наличии у тебя хорошего, хорошая радиосистема и хороших наушников. Хорошие наушники я себе сделал, хорошую радиосистему я себе не сделал, поэтому осталось дело за ним, за кэшем, что называется, вот. Но сейчас у тебя вот эти фильтры. Да, сейчас у меня просто, да, акустические фильтры, это похоже на беруши, только они не просто затыкают тебе ухо, да, а пропускают туда ровно то же, что ты слышал бы без них, просто подавляя количество децибел. То есть у тебя фактически тот же звук, что ты слышишь и так, да, без искажения частот, там, бас, это бас, все там, все нормально, просто тише. А назовешь бренд? Да, конечно, сейчас я даже покажу, секундочку. А я ссылку бы скинул в этот раз, сейчас этого эфира. Вот такая вот история. Альпины. Альпины? Да, Элпайн или Алпины, я не знаю, как это называется. Вот. Стоит у них вот такой вот, Европейский Юнион. Номер один, затычки ушные. И Эрплаг. Ну, главное, что не Батплага. Ну, старик, я не изучал их сайт, может быть, акустический фильтр для зада. На самом деле, на выходе хорошо надо работать. То же самое, тот же запах, только тише. Это Краушу надо. А, это да. Крауш легендарный в этом отношении человека, конечно. Да. Пересматривал сегодня частично фрагментами ваш стрим с Вальком. Слушай, на каком-то этапе, под конец стрима, у меня так защемило сердечко, конечно, не от старости, а от чувств, да, когда он говорил про то, как он сейчас пересматривает, типа, творчество Адайен. И вот он почти уже нашел, нащупал, как оно должно быть. Да, никак. И потом буквально через, да, и потом нащупал, короче, блин, и потом как все это случается. Ну, конечно, да, я, типа, не то чтобы я сильно расстраиваюсь, когда какие-то локальные группы исчезают, но Адайен, конечно, достаточно так. Ну, вот я тоже начал слушать их, по факту, перед... Распадом. Да, да, ну, потому что, ну, реально, когда вышел релиз на русском, я очень прокачался, типа, прям вообще нереально. И вот, когда сходил на концерт в Клешнину, я после этого три дня слушал вообще только, и, да, просто очень круто. Надо сделать альбом, называется... он должен называться «Распад коснется каждого». Грустно. Вот так. Не, ну, не, ну, мы что, мы в такой грустной ноте, что ли, закончим? Не, 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 нет, мы сейчас выводим. Да. Американский лейбл коснется. Че, че по... Не, ну, да, коснется вот так вот этим, по лбу, по щекам. Че, че новые песни кишите уже? Да, да, новый материал, наверняка. Да, с новым материалом очень классная история. Я... Мы написали альбом, у нас есть альбом уже, вот. Я даже не удивляю. Да, да. И, в общем-то, мы, по-моему, какого-то там... В начале июня мы едем писать на студию «Черновики» уже. То есть мы должны писать «Черновики», чтобы это спродюсировали все как следовать. Чтобы мы это спродюсировали дуэт, да, и отправили на то, что называется, согласование с лейблом, чтобы они как-то оценили возможный потенциал или не потенциал этого нового альбома. И, в последствии, мы приступим уже к... Слушай, у нас уже готов сценарий клипа. У меня вопрос, как у молодого музыканта. Много ли вы спорите в группе по поводу композиции и вообще как сочиняете? Типа риф приносите или кто-то целую песню уже приносит? Как это происходит? Че-нибудь? Но больше интересно про споры, потому что иногда у нас это что-то... Саша еще просто молодой музыкант, и у них еще страсти бурлят, они еще, ну, почему-то у них это конфликты вдруг возникают. Слушай, ты знаешь, я вот пытаюсь вспомнить, как выглядит музыкальный спор на тему сочинительства, и мне на ум ничего не приходит. Если мы спорили, то это скорее было раньше, соответственно, когда это все было связано с гормонами и дуростью, да? Сейчас спор может развиваться, разродиться, не шуточный, на предмет, значит, ударь в рабочий сильнее или не сильнее, понимаешь? Или там, вот, тут ты в бэл бьешь, а давай не в бэл. Мелкие детали, короче, мелкие детали исполнения, правильно? Совершенно правильно. Сочинительство, я не знаю, я как-то не хочу спугнуть свою удачу, но у меня, блин, как абсолютно наслаждение. Наслаждение каждой секундой создания материала. Как это бывает, это всегда по-разному бывает. Я либо там дома что-то наскребу какой-нибудь там риф, не знаю, или Дима наскребет что-нибудь принесет. Бывает, вот мы там песню сделали, которая нам очень нравится, и вообще она одна из наших фаворитов на альбоме. Ара опаздывала на репетицию или там пил воду, условно говоря, стоял там, да, перед входом. А мы с Димой риф придумали, Ара пришел, и мы песню написали. Вот. Был такой классный термин, по-моему, Иван Дорн его назвал. Называется «Йогурт инглиш». А, да-да-да. Да, когда ты поешь на английском языке, типа на английском, знаешь, как в детстве, когда английского не знаешь, и ты подпеваешь, типа «Рай, мэй, мэй, рау», «Карабаршину» какую-то. И типа похоже на английский. У нас эта концепция работает все время, сколько я, Сар, вместе музыкой занимаюсь, что в «Гатэмс Хиро», что в «Стрейфайт». он начинает петь какой-то «Йогурт инглиш», да, и я как-то фонетически в голове его собираю у себя. То есть я понимаю, где там у него акценты, ударения. Акценты у него везде, да? Вот. И как-то под это пишу уже какой-то готовый. Кстати, про ранняя какая-то фигня. Ара говорит без акцента, и все нормально. Но постоянно, когда мы с Димоном что-то, знаешь, типа собираемся, Ара что сказал? Ну что Ара сказал? Он сказал «Ва, Юрик-джан, давай-давай!» Он по-любому всегда говорит голосом как будто Аня с рынка, я не знаю почему, что вообще без акцента говорит нормально русский. Ну то есть нет, Сань, я уверен, что есть огромное количество старперов, которые трутся там просто в хлам и в кровь по поводу и без повода во время сочинительства. Я не знаю, такого, чтобы мы как-то радикально в чем-то не сошлись, типа идеологически вот в песне давайте будет так, а не так, вот принципиально, что давай здесь я буду орать, а не нежно петь. Вот таких споров у нас не было, наверное, ни разу, вообще ни разу. У нас там могут быть какие-то обсуждения, там, больше, меньше, громче, тише, соло здесь или там, но уже и этого нет, потому что у нас какая-то уже своеобразная фигня выработалась, мы уже заранее знаем, где что будет. То есть мы придумали риф, и уже все понятно, как она будет работать. У нас нет проблем написать соло, но у меня не возникает проблем, куда сунуть соло. Я его могу сыграть. Сюм, песню. С самого начала до конца. Да-да-да. А здесь ты не играешь соло. Понял, понял. Пока все в кайф, слава богу. Надеюсь, так и будет дальше. Мы тоже надеемся. Очень хочется, чтобы StareFight дальше продолжала радовать, раздражать, добиваться успехов, нагибать весь мир, все сцены по всему миру и солнечной галактике. Солнечной галактике, блядь. Солнечной системе. У нас солнечная галактика, нормально. Солнечная галактика. Только так. Только так, да. Вот. Я от лица ССБ лейбла очень горд за то, что у StareFight получилось, что они не распались и пошли дальше. И еще как дальше пошли. Что у них винил, их американский лейбл издал. И то, что у них дальше есть развитие не только как творческая единица, но и как набор аудитории по всему миру. Это очень круто, очень круто и вдохновляет. Значит, у всех есть шанс. То есть это не какое-то что-то такое. Просто надо пахать и работать. Пахать и работать, как Юра и его товарищ. Я с Юрой играл в группе, и в группе я знаю, что он действительно пашет и работает, и абсолютно преданно к своему делу относится. Они так на полшишечки там, чуть-чуть там. Поэтому, может быть, Юра играет еще в... больше нигде не играет, только в StareFight. Это правда. Да-да-да. Да. Вот. Так что... Вы можете как угодно к Юре относиться. Можете бомбиться, хейтиться и так далее. Но вы не можете... Все люди есть? Да. Конечно, Юра. Ну, все. Да нет, ну что? Все любят. Ну что? Да что? Вы не можете отрицать, что Юра суперкрутой гитарист. У него очень хорошая техника. Он отлично пишет музло, у него суперкрутой коллектив, и он очень традолюбив и усерден. Вот, когда у вас... И скромен. Да, ну пятая скромная. Но это только недавно появилось, последний год, с 30 лет только это появляется. Примерно появилось в последние полтора часа. Да-да-да. Ребята, я побуду скромным, мне надо будет после стрима выпустить парден, и я пойду, надену какой-нибудь золотой пиджак, выйду к чертаю. По району, вокруг. Вы все пидажа. Как я вот себя вижу в пиаде. Я один умею делать рок-н-ролл. Да-да-да, из дома выйдешь с гитарой, с гипсоном, будешь идти. Да-да-да. Получил пизды, вернусь домой, и снова стану скромным. Нормально, нормально. Так что, чуваки, пожалуйста, вот когда вы эти четыре пункта соблюдете, тогда и у вас наверняка тоже все получится. Я верю в то, что получится. Но на самом деле надо очень похадить, друзья, очень похадить. Юра очень пашет. У него нет детей, хотел сказать, нет матерей. Мать, мама, есть папа. То есть, вот он поставил цель, и все. Все остальное – это буллщет. Главная группа – творчество и гитар. Когда у вас так будет, 100% у вас тоже будет успех. Может быть, не американский лейбл, но какой-нибудь сербский. Молдовский. Молдовский, да. Может быть, и Чехия подпишет там как раз. Да, 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 да. Следующий шаг, Корян, подписывать группы по политическому убеждению. То есть, музыка – говно, понимаешь, но оппозиционная. Поэтому подписываю. Пока. Я, наоборот, стараюсь как можно, как можно дальше от этой повестки, потому что я все равно в дураках буду, окажусь. Факт. Это точно. Со снем точно мы. В общем, друзья, у нас в гостях был Юрий Березовик, группа «Стерифайт». С вами был Калян-специалист, Александр Сыпа из группы «Зреет». Большое спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши донаты. В общем, ходите на концерты. Спасибо большое. Зайдите на профиль Spotify, «Стерифайт». Поставьте лайк, галочку, подпишитесь. Это поможет группе «Стерифайт» поехать в тур как по России, так и в 2020 году по Европам и Юрию. В 2020 году. Ой. В 2022 году и так далее. Спасибо очень большое. Юра, спасибо. Спасибо. Пока-пока. Можно я финальную фразу? Финальную фразу. Каля, ты фидер. Это я тебе за эфиром скажу точно. Увидимся, когда увидимся, чуваки. Спасибо. 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 Все, пока-пока. Пока.